В стране продолжается мониторинг цен. Больше всего нарушений зафиксировано в торговых сетях. Уже задержаны более 20 человек. Возбуждено 34 уголовных дела. За ситуацией следят Генпрокуратура и КГК. Под пристальным контролем и работой интернет-площадок белорусы могут заполнить специальную анкету на сайте Март. Сегодня в преддверии Дня отца Белпочта проводит приятную акцию. Клиенты могут приобрести почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить дорогому человеку в любую точку страны. Со списком отделений, которые присоединились к движению, можно ознакомиться на официальном сайте. Сам праздник республика отметит 21 октября. Белорусы до 15 ноября должны оплатить транспортный налог за 2021. Сделать это можно с помощью системы ЕРИП в инфокиосках, банках или на почте, а также через интернет-банкинг. Только в Бобруйске свыше 40% автовладельцев уже внесли сумму. Это порядка миллиона рублей. Вся информация доступна в личном кабинете плательщика. Накануне на улице Глубокой горел жилой дом. К моменту прибытия спасателей дым выходил из-под кровли здания. Хозяина в это время на месте не было. Огонь повредил перекрытие и имущество, закоптил стены и потолок. Никто не пострадал. Предположительная причина – неправильная эксплуатация печей. Известно, что ОПИ установлен не был. В городе с 20 октября стартует специальное комплексное мероприятие подросток. Сотрудники милиции будут посещать несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. А также семьи, чьи дети находятся в социально опасном положении. Проверят клубы, дискотеки и другие заведения.